Поперечная балка Конкретно пройдемся по деталям Сначала выбираем какое сечение у нас будет То есть какой квадрат мы будем вписывать в наш диаметр Используем средство защиты Прежде чем врубить поперечную балку, которую мы сделали Сейчас смотрим, как будет прерубаться вынос к столбу Перед нами два выноса Положили примерно на столбы, чтобы понять, как их прерубать Потом мы их снимаем, естественно, и пропиливаем уже в столбах пожить ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рубили поперечную балку Легла отлично Останется только поставить шпильки В местах соединений две шпильки будут Начинаем работать с поперечной балкой Которая будет ложиться на четыре столба Она будет являться у нас частью входной группы Будет служить основой нашей фермы Каркасно-бревенчатой Состоит из трех частей Будет в местах соединения сделаны квадраты То есть использован принцип квадрата И врубаться в столбы Сейчас здесь у нас уже две детали В стадии изготовления Ребята делают Мы будем делать тоже одну деталь Чтобы все было понятно, как принцип, как это делается Все подробно расскажем Сейчас конкретно пройдемся по деталям И посмотрим по чертежу То есть сопоставим, чтобы было понимание Вот эта деталь, к примеру, 3,80 Вот размер И место соединения То есть посередине сюда придут две укосины и столбик Еще будет деталь 4,81 И вторая тоже 4,80 Смотрим Сейчас вот она у нас 3,80 лежит перед нами На чертежах у нас есть места соединений Это вид сбоку и вид сверху То есть так показан затес Параметры затеса Закругление 20 сантиметров То есть размеры все даны И смотрим Что тут Сейчас снята плоскость у нас Вот это, да То есть вот Вот она Видна Затесиком Далее потом Вот этот будет затес сделан То есть бревно будет перекручиваться И спиливаться уже другой Другая сторона квадрата Здесь Посередине Уже тоже спилена плоскость Под укосины и столбик Затесами Видно, что, как я и говорил Под Рубанок-горбач Нам надо 20 сантиметров Брать расстояние То есть вот прямо видно Подошва Вот эта полукруглая подошва Она четко туда легла То есть как раз эти 20 сантиметров Сейчас ребята прострогают спокойно Вот, то есть все Сейчас, я говорю, они заканчивают И будут переворачивать Уже делать Вот эти боковые затесы И также потом нижние То есть со всех четырех сторон Будут такие затесы Сейчас сделаться Вторая деталь у нас Размер 4,80 Вот она у нас Размечен квадрат с торца И этот квадрат будет перенесен Сейчас сделан в местах Соединений То есть где будут ложиться Выносы приходить Ну и врубка, соответственно, в столбы Вот здесь у нас затес уже То есть одна грань квадрата Сделана Также сейчас будет Второй затес С этой стороны размечаться Ну и соответственно Со всех трех сторон Еще будут такие же затесы абсолютно Будет сделан квадрат Параметры затеса Здесь немножко другие То есть это мы уже сами определяем Для того, чтобы Не вылезти нам За торцовку То есть если было, допустим, 20 см Был бы такой пологий затес Он бы некрасиво смотрелся Во-первых, они бы были такие широкие Пологие затесы Они бы терялись На фоне бревна Вот То есть они хорошо смотрятся Где идет какое-то вот Объемное сопряжение Там вот этих вот укосин Столбов Здесь вот, да Здесь пологий затес Вот 20 см Он на той палке у нас виден То есть здесь уже поменьше Здесь 6 см И заглаживаем Зашлифовываем болгаркой Здесь рубанок Потому что уже не зайдет у нас Все, вот положили Сделали, значит Две грани Два затеса Этот затес у нас идет Вместо стыка Сюда приходит Место соединения Потом приторцуем Прирубим его к столбу Стянем шпилькой И сверху у нас пойдет вынос Прерубаться Начинаем изготавливать Вот эту деталь Ну, в принципе, они одинаковы Идентичные, так скажем Длина 4,80 Сейчас торцуем бревно Делаем по 5 см еще запаса На торцовку То есть просто от макушки Отмеряем 4,90 Соответственно И торцуем Подготавливаем к разметке Сначала выбираем, какое сечение у нас будет То есть какой квадрат мы будем вписывать в наш диаметр У нас диаметр на срубе 38, 40, 42 Берем самый большой То есть 42 диаметр На фермы, на столбы Лучше брать покрупнее Будем с ним работать И уже смотрим, какой квадрат вписывается в 40 диаметр Вот, то есть, ну, 42 Берем 40, так, чтобы считать было лучше То есть нам надо максимальное сечение сохранить наше Чтобы квадрат был мощный Чтобы не ослаблять нашу конструкцию Вот, ну и чтобы этот квадрат врубился, допустим, в столбы То есть нам надо прирубить еще, врубить в столбы Вот, чтобы столб тоже не ослаб То есть и не сильно, как бы, большой получается Должен быть То есть вот так вот смотрим Ну, рисуем, естественно, на миллиметровке На, в проекте, там, в программе То есть все это высчитываем Смотрим оптимально Чтобы по красоте И чтобы не ослаблялась конструкция Все это смотрим комплексно У нас получилось что? Что на 40 диаметре Вот мы отнимаем тут по 7 сантиметров 5-7 сантиметров Примерно От краев И располагаем наш квадрат 28 сантиметров Смотрим на макушке Потому что, соответственно, на комле мы точно этот квадрат впишем То есть он у нас не выпадет за линию Нашей Нашего бревна Вот, то есть можно двигать чуть-чуть То есть у нас бревно кривое Вот здесь видно, что яйцом Да, вот здесь у нас, допустим, 4,5 сантиметров Вот здесь вот 7 Относительно оси Поэтому я его даже подвигал здесь чуть-чуть То есть нечетко взяли от центра Допустим, по 14 отложили и сделали квадрат То есть здесь даже немножко подвигали По нашей вот этой вот окружности По диаметру Все, теперь то же самое размещаем С комля Начинаем с того, что просто вот Замеряем диаметр 50 с половиной Ну 50, ставим меточку 25 Дальше отсюда замеряем 46 Ставим меточку 23 Затем откидываем по 14 28 И здесь тоже 28 Поставили меточки Теперь берем уровень и прочерчиваем Выводим на край обязательно Вот сюда, потому что плоскость будет отбиваться Чтобы нам здесь можно было шнурком зацепить Немаловажный момент какой еще Что все бревна Вот в таких вот местах В балках, где они у нас на фермах Соединения какие-то идут Квадраты надо выпиливать Берем их одинаковые и ровные Чтобы не было бананов, изгибов и так далее То есть если у нас где-то Допустим будет такой загиб Мы отбиваем шнуркой плоскость И у нас выходит за линию получается То есть плоскость спиливается И квадрат не попадет уже в точку То есть допустим где-то посередине может быть Этот квадрат, вот как там на ферме Где приходят подкосы Если бы была палка кривая То мы бы отбили шнуркой И у нас бы был провал И все, там бы не получилось сделать То есть обязательно выбираем палки Более-менее по возможности ровные Чтобы были И осевую тоже еще отобьем Субтитры сделал DimaTorzok Серега вон там шнурочку Аккуратненько к краю еще чуть-чуть Да-да, маленько Оп Давай, натягивай Да, а я скажу ниже, выше Отбиваем линии по брускам Очень важно, чтобы бревна были ровные Тогда чем ровнее у нас бревно Без вот таких вот сучков, ям-то, каких-то бугров Тем точнее отобьется линия И будет, ну когда она отбивается Вот по этим брускам Идет прилегание Прилегание к бревну Вот, и прилегание, если нет шишек каких-то То оно идет ровное Вот сейчас по второй стороне тоже будем так же отбивать Так, встряхнули Обматываем вокруг бруска Подвели поближе Далеко сильно не оттягиваем Поближе к бревну Вот так вот поставили И ведем Аккуратненько Чтобы краска Сильно не вытряхивалась Вот, Сергей натягивает А я стреляю отсюда По плоскости двух реек Чтоб шнурка шла Вот подними выше Чтоб было видно Вот камера, я не знаю, там показывает Нет Что сейчас выше Сейчас ниже опускай Оп Все, сейчас в створе Давай, бей Какой еще момент у нас Что у нас Это вот наша балка Да, из трех деталей Как мы говорили Расположение комель вершины Тоже учитываем То есть Смотрим сейчас Где у нас будет комель вершина Допустим, развернули Вот так вот И обязательно То есть сейчас будем затесы делать Вот здесь, да Получается То есть понимать Где у нас целый затес А где будет половинчатый Вот, центральная палка Просто выбирается безбежности Ровная Стараемся так выбрать Чтобы у него не было там перепада 5, 4, там 6 сантиметров Вот, то есть берем Допустим 40 на 41 Там 40 на 40 Вот, а эти можно уже так Как бы Не так Тщательно выбирать Но разворачиваем Как я уже вот говорю То есть комли То есть комли У нас выходят В разные стороны Следующим этапом Отбиваем осевую Тщательно Тщательно и разносим расстояние то есть у нас 4 метра по осям потом 80 сантиметров на торцовку и соответственно получашка где место стыка на макушке вот отсюда у нас будет вот берем допустим 4 сантиметра на торцовку еще запас у нас потом от торцуем и поехали ставим 4 метра все во льду здесь сбоку тогда берем чтобы не скользила сейчас берем большой угольник и проставляем уже метки переносим на наши отбивочные шнуркой ну вот приложили косевой угольник меточка у нас есть поставили здесь также можно перенести на другую сторону тоже все отсюда можно отталкиваться делать затес параметры затеса у нас можно посмотреть у у нас центральный вот это у нас место соединения и так вот от центра 40 сантиметров до начала закругления и 6 сантиметров само закругление вот 40 и 6 и также в другую сторону это место соединение показано то есть такой же будет цельный затес у нас на комле ставим 40 видно там и 6 закругление и здесь также 46 все можно провести сразу прочертить закругление показать как пойдет и то же самое делаем только уже целый затес будет у нас на комле сейчас проверяем на всякий случай мало ли что вот но вот 85 то есть там у нас 80 торцов к 85 то еще пять сантиметров у нас есть запаса значит можно сейчас центральную пробить и уже от нее раскинуть как нам надо и по 46 каждую сторону у нас затес и с этой стороны пробиваем также закругление сразу и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Спиливать будем сейчас по такому же принципу, как пилим обналичку, 66-м, потом 361-м, заходы сделаем, закругление, вот, ну, рассказывать подробно не будем, то есть сейчас просто спиливаем, делаем закругление и болгаркой зашлифовываем плоскости. Субтитры сделал DimaTorzok Вот, закругление сейчас будем тоже выпиливать. И на втором то же самое. Здесь даже ближе чуть к линии я подошел, но все равно, то есть оставляем чуть-чуть линии. Здесь у нас лед, мы видим, да, то есть бывают такие условия тяжелые, что этот лед, вот как оно закрыло пеленой, все бревно, ничего с ним не сделать. Ну, приходится вот так вот, прям по льду черпить. Не отогревать же его паяльные лампы, ну, я не знаю, капец. Субтитры сделал DimaTorzok Начинаем производить шлифовку затеса. Используем средства защиты. Наши проверенные, советские еще. Можно делать рубанком, то есть заходить сначала, проходить это рубанком, но также можно делать сразу болгарками. Здесь у нас кружок ставится 24-е зерно, то есть очень зернистое, очень мощное зерно такое, толстое. Но оно практически сразу забивается и не царапает, то есть заходов таких нету, как бы крупных. Здесь лепесток для закругления использоваться будет. Лепесток у нас сороковое-сестидесятое берется зерно. Тоже забьется, вот оно видно уже сразу забивается смолой, и тоже не будет грипти так сильно. Все, начинаем с того, что подбираем закругление. Сделали заход, шлифанули. На грубую прошли с этим же кружком плоскость. Сейчас будем уже саму плоскость равнять. Можно проверить плоскость, чтобы убедиться, что у нас она соответствует. То есть, ну, миллиметр... Полтора где-то, примерно, посередине у нас прогиб небольшой. Но здесь такой точности прям супер, вообще идеально, не требуется. Вот поэтому оставляем как есть. Здесь вот еще чуть-чуть можно прибрать, видно, зазубрино. От пилы. И все, и можно переходить уже на большую плоскость. Субтитры сделал DimaTorzok. Вот мы приложили. Смотрим, что вот здесь вот видно небольшая щелка, да, провальчик. Вот он идет. Вот здесь уже меньше. Здесь уже на плоскости практически. Вот, то есть, такие вот, как бы, волны небольшие, 2 миллиметра, они есть. Вот даже здесь вот уровень чертит. В угор вот этот вот. Но этого качества достаточно для того, чтобы врубить нам, аккуратно врубить стол. И, соответственно, прирубить потом еще и вынос. Почему? Потому что, во-первых, стол 50-й, он закроет. То есть, он вот так вот будет врубаться. И рабочие части, вот они. Вот они, всего там по 10 сантиметров. Дальше уже вот здесь вот то, что будет происходить, нас не интересует. Поэтому, когда мы его выставим, приложим уровень, причертим, то будут работать вот эти вот две плоскости. Эти плоскости у нас вот можно приложить. Они тоже тут, ну, в пределах. Практически ровно. Там 1 миллиметр может быть погрешности. Поэтому можно делать вот это все шлифмашинками. Сначала грубой, потом площадкой. То есть, лепестком и потом площадкой доделываем. Итак, деталь у нас готова. Вот это вот одна практически. Видно, что осталась вот тут вот линия торцовки. Еще торцанем потом. Можно посмотреть качество, геометрию квадрата. Как сделано прилегание вот здесь по угольнику. Перпендикуляры все. Видно, что где-то миллиметр-полтора допуска идет. Здесь практически идеально у нас. Вот здесь есть небольшой допуск, там, в верхней части миллиметрик. Но это я тоже говорю, что в основном прирубание в этой части будет происходить. Поэтому здесь будет причерчиваться по уровню, там, врубаться в столб. Поэтому, ну, общая плоскость, она, так, постольку, поскольку. Но вот это качество тоже очень хорошее. Когда у нас прилегает практически по угольнику все, вся плоскость. То есть, мы будем уверены, что у нас потом все четко встанет, без щелей. Все будет плотно. Ну и второй затес. Тоже доделывается сейчас. Закругления захода дошлифовываются. Уже квадрат тоже задан со всех сторон. Облафечен. Смотрим. Прилегание, перпендикуляр. Тоже небольшие есть погрешности. Но, в целом, очень даже неплохо. Все, сейчас доделывается центральная. И моя палка, которую мы снимали. Все, это у нас готово. Переворачиваем. То же самое делаем с трех сторон. В Натальgr Sold happiness. В McMаженном направлении. Давайте посмотрим. Пائв! Спасибо за суши. Продолжение следует has Sh guns. Пez拐 запрAccount. Продолжение следуетイе. Белархuccale disc. Поехали! Друзья! Друзья! Продолжение следует... 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 чтобы паз был 15 сантиметров у нас минимальный это раствор которым будет причерчиваться вынос смотрим как он будет перерубаться теперь к столбу насколько будет просаживаться вот так ставим рулетку и смотрим 26 вот то есть на пол бревна он будет утоплен и холка останется у нас примерно 27 сантиметров вот стреляем до верха от этой точки 27 по чертежу у нас указано как это тоже прирубается то есть видно что есть вынос есть поперечная балка и вынос у нас лежит на половине то есть он прирублен и половина выноса торчит находится как бы на высоте над блин над столбом это делается для того чтобы привести потом туда стропили ну стропили ну видовой фермы вот этой вот вот у нас прирубание нашего выноса к балке поперечной и к столбу смотрим вот он столб него врубается поперечная балка с этими квадратами которые мы сделали с затесами и сверху перерубается вынос сейчас мы проверили раствор черты насколько он будет перерубаться вниз и поняли что у нас 27 сантиметров вот здесь примерно так же как нарисовано на чертеже у нас будет остаток наверху для того чтобы перерубить сюда стропили ну сюда будет перерубаться стропили на видовой фермы это вид сверху со стыком есть будет шпилька вставлена закручивается стягивать вот эти две части поперечной балки это пунктир это столб и соответственно вот это это вынос у нас ну и вот этот тоже вид такой как идет вынос прирубается к столбу и вот у нас поперечная балка торец сейчас смотрим здесь порисуем маленько на столбе как это будет выглядеть чтобы понятно было вот 26 раствор это у нас пойдет чашка обычная круглая так столб прирубит вы нас при рубиться вот сюда и вот так у нас соответственно вот в этом в этой плоскости вот так будет врубаться уже поперечная балка она у нас 28 квадрат по 14 берем и как по чертежу у нас то есть от верха столба вниз она заподлицо будет врублена так ставим тоже смотрим вот так ляжет балка все довольно прилично все и пол бревна как мы показали вот отсюда идет . до верха у нас будет массы оставлено над столбом здесь возможно еще сделаем небольшой курдюк посмотрим как по прочности то есть массы выносе еще оставим побольше для того чтобы попрочнее была конструкция и для того чтобы не ослаблять поперечную балку то есть будет шип оставлен в столбе вот и также в поперечной балке ну тут сейчас особо не понятно это надо быть как потом показывать уже в процессе когда будем делать ну так вот будет выглядеть прирубание перед нами два выноса положили примерно на столбы чтобы понять как их прирубать важные моменты какие то есть у нас выносы должны лежать горизонте мы сейчас их проверили выставили относительно протезки чтобы лежали ровно и плюс относительно друг друга тоже чтобы лежали в горизонте то есть чтобы не не было что один выше и там другой ниже вот так далее то есть ровно выставляем их и также будем прирубать чтобы в итоге когда они легли на столбы то есть линия была ровная горизонте и так вот между собой и сами чтобы сама палка лежала тоже в горизонте почему делается потому что ком ли у нас мы видим резные красивые они у нас видовые мы специально сделали вытащили наружу говорится и чтобы если вдруг мы сделаем криво как какие-то прирубим выносы не вне соответствии с нашими вот этими параметрами тогда когда крышники будут врезать стропилины они просто врежут по минимальной точки эту стропилу и все ком ли наши срежут под эту минимальную точку соответственно вся красота уйдет поэтому чтобы сохранить красоту чтобы сохранить симметрию сейчас именно занимаемся тем что подгоняем все вы носа под одну высоту со вторым выносом делаем точно такую же операцию то есть зацепили рулетку за протёжку здесь посмотрели размер у нас получилось что он чуть выше на 2 сантиметра но это не принципиально выставили его в горизонт теперь у нас получается что мы одним и тем же раствором можем причертить два выноса то есть там у нас 26 мы померили этим же самым причерчиваем здесь абсолютно такая же картина то есть что получается чтобы достичь вот такого эффекта чтобы выносы были на одной высоте столбы были спилены тоже в одну высоту поперечные балки тоже лежали ровно абсолютно нам надо подогнать срут наш весь все крайние точки которые будут выходить выноса откуда будет выходить в носа они должны все быть ровные в горизонте точки сруба все сейчас мы уже поняли что у нас как будут перерубаться выноса соответствие с поперечными балками лежать сейчас можно уже снимать их обратно класть и заниматься поперечными балками натянули шнурку по крайним столбам и ставим меточки уже точные на промежуточных столбиках выпускаем вот так вот и ноликом где то есть небольшая сдвижка в районе сантиметра но это не страшно все сейчас линия дана убираем прочерчиваем по уровню их и по 14 откладываем каждую сторону здесь вот у нас четко вот чтобы брус были были ориентиры куда его двигать то что он закроет нам сразу эту линию ставим по краям здесь ограничивающие метки все так так можно это слышь потихоньку цеплять уже первую проверяем сразу еще раз оси которую у нас между столбами осевые размеры вот здесь 4 метра все четко и также промежуточные тоже смотрим принципе если столб у нас выставлен на столбике идеально внизу потом по уровню мы его также проверили вот этим меточка который мы отбивали по шнурке вот они и все у нас автоматом он встает более-менее ровно сейчас можно укладывать поперечные балки уже по нашим сейчас выравниваем с помощью вот уровня и клиньев проверяем плоскости вот здесь вот чуть-чуть надо видно и поднять этот край будем ребята там подбивают здесь тоже подсунем вот так вот подбивается и соответственно вот эта плоскость выравнивается как нам надо в основном нужно будет вот это так как мы будем врубать стол то есть вертикали вот эту будем смотреть но в принципе если у нас квадрат четкий и стол под торцован ровно тогда соответственно если здесь ровно то и здесь будет ровно выровняли клинышками чтобы плоскости у нас квадрата были идеально ровно по уровню стояли стыки проверили все чтоб тоже перекосов никаких выпираний не было у нас здесь сейчас будем размещать уже в столбах пазы прочерчивать обчерчивать эти брусины квадраты глубину проставлять потом мы их снимаем естественно и пропиливаем уже столбах пазы все можно начинать это делать сейчас смотрим вот здесь вот место соединения видно что здесь вот 5 миллиметров разбежка с этой стороны плотно можно так принципе оставить потому что это все равно утопнет в столбе стяжка стянется и никуда это не денется но можно также сделать сейчас мы это сделаем с той стороны просто отметим на 4 миллиметра прочертим линию на любой палки и при торцу им уже когда будем потом закидывать обратно уже здесь все плотно встанет также здесь у нас перепадик вот в 3 миллиметра видно вот эта палка выше чем это это тоже компенсируется причерчиванием то есть у нас вот это вот величина 28 сантиметров опускаем столб заподлицо точнее вы нас вот эту перерубаем заподлицо со столбом ну и соответственно вот этот делаем 28 этот будем прирубать на 27 и 7 вот и тем самым когда мы это все при рубим опустим вниз вот эта линия будет ровно без вот этого перепаде к 3 миллиметра также смотрим вот это вот нас уровень вертикальный прикладываем вот он важный для того чтобы вертикально они вошли в столб без перекосов если будет криво у нас не будет уровня вот здесь плоскости вертикальной то соответственно просто брус этот не опустится он переклинит заклинит и все и не опустится вниз до конца будет еще и щель потому такая по именно по месте по месту врезки поэтому следим чтобы у нас вертикаль была при выставлении бруса вот это очень важно все начинаем обчерчивать просто так карандашом по брусу прочертили с этой стороны приложили уровень опускаем линию сразу посмотрим 28 стреляем от низа бруса не от столба от бруса ставим рулетку делаем меточку 28 также сразу здесь тоже от бруса ставим 28 соединяем и здесь опускаем теперь все одна сторона готова дальше переходим сюда а а Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok линии. Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас заходим уже вот в этой плоскости По такому же принципу, как пилим чашку, когда выносим основную массу То есть начинаем, шину держим вот таким образом Даем газу, переводим ее вот в такое состояние И одновременно давим туда вперед, на бревно, на стол То есть поставили, газуем и заводим туда ее Но контролируем еще горизонт То есть шина у нас должна стоять не так и не так А мы ловим горизонт Но это по опыту, то есть мы знаем уже примерно, что вот так горизонтально у нас будет пропил Можно чуть-чуть задавать поднутрение туда вовнутрь То есть ручку чуть-чуть приподнимать Ну, делаем Субтитры создавал DimaTorzok Вот, довели туда До полшины, там чуть больше туда завели Соприкоснулись с пропилом С нашим вот этим довели ее Видно, что она вышла вот сюда Все, дальше не суем ее туда, вглубь В этот, а то горбыли отрежем нафиг Все, вот так закончили Сейчас заводим и ведем уже в обратную сторону То есть вот сюда вот уже ведем И соприкасаемся уже с этим пропилом Выводим на него Все, полностью погрузили туда шину У нас здесь Вот, посмотреть, если сверху Примерно половина Чтобы нам потом оттуда дойти И массу выкинуть То есть видно, что надо завести на полную шину Практически туда, вглубь Все, сейчас Вот Вот так будет Сейчас с этой стороны С другой Сейчас с этой стороны Вот так выносим основную массу Сейчас подравниваем Прибираем вот здесь поднутрение Вот эти вот запильчики Вот это снимаем Ну и потом по уровню проверяем уровень Кладем сюда и смотрим, чтобы бугров не было там Чтобы между наших пробок вот этих вот точек Ничего не мешало Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот так вот смотрим Видим, что Миллиметра три есть поднутрение По центру Здесь ничего не мешает В этой плоскости Соприкосновения на этой И на этой точке присутствуют Теперь боковины Тоже вот 5 миллиметров тут Даже здесь вот Ну многовато получилось Ну нормально Да не страшно Здесь вот тоже 5 Выходим на 5 миллиметров Тоже нормально Все, в принципе, готово Смотрим То есть края у нас за линию Чуть-чуть мы зашли Как бы в поллинии, как обычно Филим КОНЕЦ Рубили поперечную балку Легла отлично Останется только лишь Поставить шпильки В местах соединений Две шпильки будет И стянуть гайками Значит, какие основные нюансы Первое Это понимание в рубке В столб То есть, насколько надо просадить Не выше, не ниже А так, как нужно Для того, чтобы еще потом Прирубить сюда вынос В этом нам помог чертеж То есть, сразу изначально Все это прорисовываем в чертеже Чтобы потом не мучиться Понимать, на какую высоту Нам надо прирубать И плюс еще Закинули на всякий случай Перед тем, как это все просаживать Закинули вынос И посмотрели Насколько будет прирубаться Наша балка И насколько будет потом Прирубаться вынос Это первое То есть, понимание В рубке Как будет прирубаться Насколько Второе Это сечение То есть, все сечения Брусовые Которые у нас Сейчас на этой балке Находятся Мы делаем Стараемся делать идеально Без погрешностей Не ромбические Не там Какие-то трапеции А идеально Ровное сечение С идеальными размерами То есть, у нас Он 28 на 28 Брус Все Затем мы кладем Выставляем четко По уровню Перпендикуляр Стреляем И опускаем эту линию На столб Выпиливаем И просаживаем То есть Никаких погрешностей И допусков В местах соединения У нас нет Все абсолютно плотно Получается Все Легло все отлично Следующим этапом Врубаем вынос Субтитры создавал DimaTorzok